добрый день меня зовут леонид и сегодня я вам расскажу историю этих двух автомобилей о том что с ними произойдет ближайший день но перед этим мы приехали в дитейлинг студию restore fix для доведения автомобилей до идеала а а начнем с панамеры панамера 4 с 2018 года с пробегом четыре с половиной тысячи километров один из наших друзей наблюдая за тем что мы делаем попробовав несколько автомобилей которые мы сделали там мазератия porsche audi поняв что аварийный автомобиль это не приговор а главное в этом деле это подход знания и понимания того что ты делаешь поступило предложение сделать какую-то интересную машину с целью получить немного от него удовольствия покататься и продать но с условием что если проект минусовой то риски пополам занимаясь этим делом каждый день сталкиваясь с этим я долго не раздумывал я приступил к поискам бюджет был достаточно приличный для данной затеи около месяца ушло на поиски попалась мне эта машина как обычно я изучил историю автомобиля посмотрел кто продавец прикинул стоимость ремонта изучил рыночную стоимость сделал калькуляцию которая мне была бы интересна для того чтобы этот автомобиль был по очень хорошей цене ну и дальше осталось дело за малым торги купил эту машину подался с человеком из польши за нее купил ее на самом максимуме который мне в принципе был заложен в данные расчеты о чем конечно же я не жалею вот ну дальше стандартная процедура логистика таможня запчасти ремонт и так далее долго рассказывать о том как ее ремонтировал я не стану так как у нас уже есть видео материал где мы восстанавливали такую же панамеру только четыре в цвете как и раз 5 если кому-то интересно вы можете об этом с этим ознакомиться у нас на странице от себя мы добавили юбки бамперов и пороги в красный цвет цвет кузова черные зеркала черные ручки и черные накладки русский язык навигация европейская ну и конечно же алькантара потолки у нас тут мотор объемом 2 9 который выдает 440 сил 550 момента и разгоняется эта машина за 4 2 с пакетом спорт кроме что делать если у тебя красный porsche хочет ехать как спорка ответ на этот вопрос мы попробуем получить у ребят в сэван форс ребята уверяя мы получим 530 сил 780 тонн и 37 до сотни ауди rs5 2019 года машина в самой богатой комплектации конфигураторе стоит около ста тысяч долларов история у нас нет не столь захватывающая как с панамерой она про то как у клиента и у меня совпали пожелания мне пришел человек который сказал что хочет ауди rs5 я в принципе сам номеровался покупать такую машину под проект у меня поднялось настроение мы посмотрели несколько автомобилей хотели принципиально цвет народа грей было несколько машин и изучив повреждения всех из них было принято решение ждать потому что ни одной из них не было даты торгов эта машина была первая которую мы дождались из повреждений здесь мы заменили спереди переднее левое крыло переднюю дверь удар был скользящий немножко отрихтовали заднее левое крыло и поменяли два рычага спереди то есть это минимальные повреждения которые в принципе возможны на аукционах копорт чуть больше месяца потребовалось на восстановление данного автомобиля кстати все работы по данному автомобилю проводились уже в наших стенах на нашем сервисе это первая машина которая покинула наши ворота согласитесь что это очень приятное начало для новой страницы нашей компании 7 force утверждает что этот мотор который из завода объемом 2 и 9 мощностью в 450 сил и 600 момента который разгоняется до сотни за 3 и 9 секунды после стейдж 2 будет выдавать показатели в пятьсот пятьдесят шесть лошадиных сил восемьсот девятнадцать момента и 3 и 2 до сотни нам остается это только проверить и остается выбрать на чем я поеду ну конечно же выберу то что мне ближе к сердцу и это однозначно распять автомобиль просто вгрызается в дорогу конкурентов без шансов куда мы приехали первую очередь очень классный автомобиль спасибо приехал все на компанию саванфорс к официальному представительству саванфорс в молдове мы работаем здесь два месяца уже сделать достаточно много интересных проектов компания в москве центральный филиал имеющий большое достаточное количество по мировым даже рекордом группа вак примеру audi r6 мировой рекорд для прошлого года 1200 сил было настроено на машине 9 и 5 сделано quarter mile quarter мили audi s6 который вышел 10 секунд audi a8 построена единственная в мире такая машина на 840 сил так окей непонятно что с audi дело вы делать дело вы знаете и дело имейте на audi rs5 будет выполняться следующее мы снимаем электронный блок управления то есть эбу перепрограммируем его под наш софт компании seven force после этого доходим до катализаторов которых два выходят из двух турбин меняем их на два без катализаторных down pipe устанавливаем их после этого загружаем наш софт устанавливаем блок обратно в машину и выезжаем конечно же на дорожный тест проверяем что все корректно и справно работало после этого доходим до результата финальный тест мы замеряем машину и добиваемся результата макс расскажи что у нас будет в данном случае для уровня доработок встреч 2 нам необходимо удалить стоковые катализаторы данного автомобиля здесь их два так мотор битурбовый 2 турбин мы на их мы их удаляем на их место устанавливаем два бискетализаторы down pipe которые увеличивают пропускную способность и уменьшает сопротивление выхлопных газов это нам дает возможность для данных доработок уровня стейлер 2 то есть это обязательно фори это обязательно условия да если мы хотим идти до такого уровня как ты думаешь что произойдет со звуком насколько он поменяется токовую выхлопную трассу автомобиля мы оставляем без изменений мы работаем только в данном промежутке между турбиной и выхлопной системы мы устанавливаем туда down pipe ожидаем изменения звука но будет порядка 10 процентов машина не начнет сильно будить громко звучать он может стать еще более басисты мы используем материалы из нержавейки что обеспечивает еще лучшее обволакивание звуком богатая я доволен что хорошо хорошо супер она стала еще более взрывная она стала еще более взрывная и звук то что мало здесь мы остановились на уровне доработок стейдж 1 что в себя это включает это включает перепрограммирование электронного блока эбоу машин также под наш софт при этом мы не дорабатываем ничего по железу мы не другое выхлопную систему автомобиля так как у нее есть свой достойный паршовский звук который хозяин не захотел изменять мы добавляем делаем чисто увеличение мощности этому автомобилю рассчитываем результат около 80 90 сил плюс только на первом стейдж и завод паспорта автомобиля пишет 45 секунд мы рассчитываем скинуть в районе 1 секунды ну Субтитры делал DimaTorzok Итак, мы приехали на водоловодский аэродром. Он у нас достаточно короткий. Здесь около 200 метров расстояния. Соответственно, 100-200 мы здесь не примерим. Но дистанцию 0-100 я думаю, что мы осилим. И сейчас мы приступаем к моменту измерения тех самых цифр, которых мы так долго ждали. Сейчас посмотрим результат. Протестируем машину, ожидаем 3,3-4. Результат мы пока увидели 3,75. То есть, предполагаю, что если там затеп был бы лучше и машина не... машина зацеплялась бы лучше, то мы бы имели бы 3,7 и даже может быть чуть-чуть лучше. Так, мы провели достаточно большое количество ланчей. По 5-6 на каждой машине подряд. Техника держит нагрузку без проблем. Здесь мы добились результата 3,75 самого лучшего. Нет пока результата. К сожалению, у нас не получилось с первого раза добиться желаемого результата. Машина отказывалась ехать быстрее, чем 3,7-3,8 на 0-100. Мы сделали около четырех заездов. И вот мы вернулись обратно в гараж Seven Force для того, чтобы найти ответ на этот вопрос. Макс, если коротко, что пошло не так? Почему мы не смогли получить результат? В первую очередь, мы провели первые дорожные тесты. Мы увидели, что машина сразу сильнее едет. Но у нас мы уперлись в проблему по АКП. По автоматической коробке передач, у которой есть свои лимиты по моменту. Мы их подняли. Полочная сила мы не имели проблем. Машина хорошо себя показывала в дисциплине 100-200. Просто мы не успели ее замерить, так как нам не позволяла длина того полигона, того участка дороги. 0-100 мы не могли реализовать. По причине слишком большого момента нас сильно держала коробка просто в этой машине. После чего машина к нам вернулась. Мы в дальнейшем ее дорабатывали. Мы сделали второй со вторую версию. Показали результат 3-5-3-6. Мы не остановились. Мы сделали третью версию софта, на котором адаптировали полностью коробку. Подняли в районе сейчас ориентировочную мощность 820-830 сил ньютон-метров в этом автомобиле. И 580 лошадиных сил. То есть, грубо говоря, мы добились даже большего результата, чем просто стейдж-2. Мы сделали стейдж-2 с небольшим плюсиком под 100 и 102 топливом. Сейчас рассчитываем при хорошей резине, хорошем зацепе. 3 секунды стабильный 3-2-3-3. Эта машина должна вытаскивать. 100-200 в районе 7-6-7-7 секунд. Квотер ровный 11. И у нас есть доказательства этого дела. Мы уже сделали пару заездов на той прошивке, которая сейчас у машины стоит. И лучший результат мы добились. 3,27-0-100. И 100-200 мы уже сегодня имеем. 8 секунд. 3,27-0-100. 3,27-0-100. 3,27-0-100. 4,27-0-100. 4,27-0-100. 4,27-0-100. Вы в состоянии увеличить мощность своего автомобиля до 30%. Надеюсь, этот ролик вам понравился. Если да, то подписывайтесь и следите за нами. Мы будем стараться делать еще более интересный контур. Спасибо. Продолжение следует...